Всем привет, с вами CryptoMoney, и в этом видео я расскажу, как торговать на криптовалютной бирже Binance. Сразу скажу, что видео это для новичков, тех, кто только делает свои первые шаги в трейдинге, поэтому если вы более-менее уже умеете торговать, выставляете ордера, то я думаю, что это видео не для вас. Итак, вы новичок. Для начала вам нужно зарегистрироваться на бирже Binance, если вы этого еще не сделали. Ссылочку на биржу вы найдете в описании к данному видео. Регистрация очень простая, не занимает много времени, поэтому я думаю, что там разберетесь, проблем не должно быть никаких. После того, как вы зарегистрировались, вам необходимо пополнить биржу Binance. Видео о том, как это сделать, я уже записывал, ссылочку оставлю в описании к данному видео. Пополнить можно разными способами, можно фиат завести туда, можно, ну с помощью карты, можно завести туда сразу криптовалюту, и после того, как вы залогинитесь, вы нажимаете на кошелек, спотовый кошелек, и здесь будут отображаться все ваши активы. Если здесь галочка стоит «Скрыть активы с низкой стоимостью», то будут показаны только те активы, хоть какую-то существенную ценность имеющие. Итак, у меня здесь есть биткоины немного, 0.0.15.7204 и 1000 рублей. Чтобы начать торговать, вам необходимо нажать на кнопку «Трейд», здесь выбрать «Основное». Это простой удобный интерфейс, подходящий для начинающих. Есть еще продвинутые, маржинальные, фьючерсы, но вам нужно пока только основной вид и с ним работать. Зайдя сюда, мы видим, у нас здесь есть график. Здесь у нас пара, которая текущая открыта, в данном случае это BTC и USDT, то есть биткоин к тиферу. Далее мы можем вот здесь вот выбрать другую какую-то пару, у нас интересующую. Ну, например, здесь есть какие рынки? Есть все какие-то альткоины, торгующиеся к BNB, к монете. Есть к BTC, есть к рублю, доллару и так далее. Другие какие-то есть и фиатные пары, и типа тифера, да, то есть это криптовалюта, которая равна доллару. То есть USDT – это тоже криптовалюта, но она равна доллару практически. Итак, у нас есть рубли, поэтому мы открываем какой-то рублевый рынок и смотрим. Значит, рубль торгуется, значит, к BNB, к BTC, к BUSDT, к эферу, к USDT и XRP. Допустим, мы хотим купить BNB. Мы выбираем, нажимаем, и у нас открывается график непосредственно BNB к рублю. И вот здесь вот идет, значит, график у нас дневной стоит. Мы можем выбрать еще более мелкий, да, то есть в зависимости от вашей стратегии вы выбираете график тот, который вам нужен. Здесь стоит пояснить, что прежде чем начинать торговать, вам обязательно нужно почитать какую-нибудь литературу по трейдингу, да. Причем это далеко не обязательно должен быть криптотрейдинг, потому что трейдинг и поведение рынка, поведение толпы, оно, в общем-то, ничем не отличается. И я рекомендую читать всякие фундаментальные труды, которые очень старые, они чаще всего зарекомендованные и очень хорошие. После того, как вы что-то прочитаете, вы выработаете обязательно свой торговый план, свою торговую стратегию. Очень важно придерживаться этой торговой стратегии и действовать в соответствии с тем, как вы наметили, и не отходить ни на шаг в сторону от этого, и не поддаваться ни в коем случае эмоциям, потому что на рынке прежде всего преобладают эмоции, это страх и жадность, и так или иначе вы подвержены этим эмоциям. И технически научиться трейдингу это не так сложно, самое сложное это научиться контролировать свои эмоции. Обычно новичкам рекомендуют начинать с таких там в таймфреймах, как один день или one week график, да, то есть, ну, допустим, возьмем однодневный график и посмотрим, значит, у нас сейчас BNB начало свое падение сегодня, да, вот он росло, 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 начало свое падение. Согласно своей торговой стратегии мы будем выставлять ордер на продажу или на покупку BNB. Сейчас я покажу, как это сделать. Ну, в данный момент у нас есть рубли, поэтому, например, мы хотим купить BNB. И хотим купить BNB, допустим, по цене, по цене какой-нибудь вот буквально вот здесь вот, например, до 1200 рублей. Для того, чтобы нам купить BNB по цене до 1200 рублей, надо выставить ордер. Ну, мы надеемся на то, что цена упадет до 1200, да, и мы купим. Но, опять же, это согласно именно торговой стратегии должен быть план разработан. В этом видео я лишь показываю технику, как физически это сделать. Мы спускаемся ниже. Здесь у нас есть, значит, ордера мы можем выставить. Есть лимитный ордер, маркет ордер, стоп-лимит ордер, а все ордеры. Ну, что такое лимитный ордер, я вам сейчас как раз покажу, как его расскажу, да, и покажу, как его выставлять. Здесь есть лимитный ордер на покупку и на продажу. Соответственно, если у нас есть рубли, то мы выставляем на покупку BNB. А если у нас есть BNB, и мы хотим его продать, соответственно, выставляем на продажу. Итак, допустим, мы хотим купить BNB по цене в 1200 рублей, поэтому в графе цена мы выставляем 1200 рублей. Дальше нам нужно количество. Мы можем выбрать от нашего, то, что у нас имеется сейчас в рублях, там 25%, 50%, 75% и 1000%. Обратите внимание, что здесь, хотя у нас 1000 рублей лежит на счету, здесь у нас выставляется 996 рублей. Это из-за того, что еще присутствует комиссия, которая берет биржа. Итак, все параметры мы выставили и нажимаем кнопку «Купить BNB». После этого у нас появилось сообщение о том, что «Limit by order created» — это означает, что ордер создан и размещен. В открытые ордера мы здесь видим, тут пишется сколько их, и мы видим вот во столько-то, во столько-то по такой-то паре, значит, купить или продать, какая цена, какое количество BNB и сколько это в рублях. Здесь заполнено показывается процент, то это означает то, что если у вас будет заполняться не сразу, ордер исполнится 100%, а, например, там 50% заполнится, цена ненадолго сюда зайдет, там, например, и уйдет, и еще 50% останется. Ордер по-прежнему будет висеть. Также вы можете в любой момент отменить этот ордер, никакую комиссию с вас за это не возьмут, то есть нажимаем, например, «Отменить», и ордер отменен. Здесь, если мы вновь нажмем 100%, вы видите, что те же 996 вновь мы можем поставить. То же самое и с продажей, да, например, если мы возьмем тот же BTC к рублю, например, да, вот у меня тут есть немного BTC, я могу выставить его на продажу. Например, я хочу продать не по вот этой цене текущей, да, 648 200, а по цене там 800 000 рублей. И я выставляю эту сумму, пишу 100%, вот все мои BTC, это 0.001572, и здесь нам показывается, сколько рублей я за это получу. То есть у меня была 1000, видно, что 257 рублей я заработаю. Я нажимаю «Продать BTC», у меня опять появляется окошко о том, что ордер размещен, и вот этот наш ордер, который мы также можем в любой момент отменить. И смысл этих лимитных ордеров в том, что в данный момент цена неважно какая, да, и если вы хотите, например, продать дороже, чем цена сейчас, вы выставляете этот лимитный ордер. И даже если вы закроете ноутбук и будете вне рынка, все равно, как только цена дойдет до этого показателя, у вас этот ордер сработает и заполнится. Это что касается лимитных ордеров. Есть еще также маркет ордера. В маркет ордера здесь цена уже указана, маркет, здесь мы не можем ее указать, мы можем только количество указать, да. А что такое маркет ордер? Это вы, значит, допустим, у меня сейчас есть BTC, да, я беру 100%, и если я нажму «Продать», то он продаст по цене рынка действующей. Вот сейчас здесь есть история торгов, и у нас показывается, сколько BTC, по какой цене в данный момент продается, да. То есть, видно, написано «Рынок», и вот какие здесь есть, точнее, это история, да, то есть какие здесь были совершены сделки. И вот таким образом, если вы продадите по маркету, то мы продадим это прямо сейчас. Ну, в данный момент я не буду это продавать, да, потому что это сейчас вне моих интересов. Но, тем не менее, если мы захотели бы купить быстро или продать быстро, то мы бы использовали маркет ордер. То есть, например, у нас есть деньги, мы видим, цена сейчас уже растет и еще будет выше, и мы хотим срочно купить. Мы просто нажимаем «Маркет ордер», нажимаем 100% и нажимаем «Купить BTC». При этом цена, по которой мы купим, будет рассчитана, исходя из рыночной цены, вот прямо в данный момент, в данную секунду. Этот маркет ордер используют для очень быстрой продажи, срочной, либо для срочной покупки. Есть еще также стоп-лимит ордер. Я делал видео уже по этому поводу, вы можете найти ссылочку в описании. Это очень интересно, стоп-лимит ордер. И еще OCO ордер. Ссылочка тоже будет на это видео, тоже в описании. Это еще более интересный материал, обязательно вам рекомендую ознакомиться. На этом пока все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и удачи в трейдинге.